Значит, вот такой сценарий. Я тоже думал, там всякие Алёши, там, Березины. Победа эта под Березино была, помню, в школе Зино. Я по другому пути пошёл. Да, заболел. Не мог не заболеть я. Какое мысль ему перенести? Алёша на 50-летие быть современником. Вчера, часа в 6, меня как будто что-то осенило. И тянется к перу моя рука. И на листе при помощи чернила уже возникла первая строка. За ней вторая, третья и далее. Уж не чернила льются, а и лей. Случилось то, чего так долго ждали. Сегодня у Алёши юбилей. Когда-то Тимошенко и Березин могли нас доекотно рассмешить. Сегодня трудных был бы бесполезен. Не будем против истины грешить. Когда-то предприимчивый Мавродий смог рассмешить сынов в России всей. Но то, что делает король пороги на скромный друг Березин Алексей, то никому на свете не подвластно. У Алексея каждая строка является для всех строкою красной. И люди ржут, хватаясь за бока. И если вы беременны немного, или вам мешает жить в радикулинах, послушайте Березина, ей-богу, и он вас моментально исцелит. А сам не улыбнется, но не грамма. Всегда серьезность лик его хранила. Ни КВН, ни смеха панорама нас от Алёши не переманит. Пусть мчится тройка и жизнь твоя лихая. Пусть жизнь моя несется на такси. Но я, подняв бокал, скажу, лихая, как говорили раньше на Руси. Спасибо, Саша.